Всем добрый день! Сегодня разговор пойдет о сортах роз для суровых условий Сибири и Урала. Цветоводы изучают особенности роз, морозостойкость, выносливость роз, поэтому я сделала небольшую подборку тех сортов, которые вас точно не подведут. В условиях Сибири важно выращивать морозоустойчивые розы, привитые сорта, подвоем которым служит шифовник. Дело в том, что одна и та же роза на разных фотографиях может выглядеть по-разному. Это зависит от погодных условий, от климатических условий и от того, где посажена эта роза, на солнце или же полутени. Сегодня познакомлю вас с различными группами и видами роз. Итак, плетистые розы, розариум ютерсон, клаймбер, который растет у меня в саду, прекрасная роза, растет очень быстро, устойчиво к дождю, хорошо зимует. Цветки образуют розового цвета с ярким фруктовым ароматом. Цветки крупные и в этом году в одной кисти было до 60 цветков. Достоинствами розы являются декоративность, аромат, как я уже сказала, выносливость и толерантность к обрезке. Недостаток у этой розы, побеги сложно пригибаются и то, что образует большое количество шифов. Симпатия роза высотой 3-3,5 метра, листья у нее глянцевые, яркие, яркие красные цветки с бархатным отливом имеет. Кисти от 3 до 10 цветов. Достоинствами является то, что хорошо держит дождь, устойчиво к заболеваниям. Роза декоративна и недостатков у этой розы нет. Жасмина от 1,5 до 3 метров высотой сиренево-розовый окрас имеет. Цветки у нее душистые, цветет больше месяца роза. Достоинствами является то, что быстро растет, приятный аромат имеет, устойчиво к неблагоприятным условиям, устойчиво к заболеваниям на розах. И недостатком является то, что не очень опрятный, не очень опрятную форму куста имеет. Следующее это флорибунды. Савера. Немецкий сорт флорибунды. 70 сантиметров ее высота. Достоинством является обильное цветение, выносливость, хорошая зимостойкость, лимонно-желтый окрас. Недостатком, как я уже сказала, является слабый аромат этой розы. Но роза красивая и достойная. Леонардо да Винчи. Роза с прекрасными цветками старинной формы. В этом году она у меня была посажена, поэтому она еще маленькая. Но цвела достаточно пышно и дала большое количество цветов. Роза неприхотливая. Роза устойчива к заболеваниям. Хорошо держит цветок, не намокает от дождя и держит очень хорошо дождь. Роза очень достойная, очень красивая. Поэтому эту розу можно посадить как в одиночных, так и в групповых посадках. Роза имеет ярко-яркий, насыщенный розовый окрас. Следующая роза циркус флорибунда до 80 сантиметров. Достоинствами розы является то, что имеет очень яркие, насыщенные цветы. Куст у нее невысокий, очень хорошо держит дождь, устойчива к морозам и неблагоприятным условиям среды. Недостатком является то, что достаточно медленно растет. Следующая это чайно-гибридные розы. Роза Ашрам 80, 120 сантиметров высотой, ароматная. Цвет имеет медно-золотисто-оранжевый. Достоинствами является то, что образует очень красивый куст. Роза очень красивая, очень приятная. Морозостойкостью хорошая обладает, сохраняет окраску цветов длительное время. Недостаток то, что не имеет аромата. Но роза очень красивая, такая самодостаточная роза и очень приятная. Хорошо наращивает зеленую массу и длительный период времени она находится в цвету. Асиана образует компактный куст до полутора метров, имеет глянцевую темную листву. Цветет очень обильно. Цветок до 12 сантиметров у нее достигает. Цвет от сливочного цвета постепенно меняется до цвета шампанского или даже до розово-бежевого цвета. Смотрите, какая необыкновенная красивая роза. Роза бургунд. Это роза классическая, достаточно старый сорт, темно-красного цвета. Очень устойчивая роза, образует прямо стоячий куст. Высокие достаточно побеги образует. Хорошо выносит дождь. Цветочки у нее хорошо очень держатся. Долго цветет. Причем цветение у нее двухкратное. И также цветет достаточно длительный период времени. Роза Gloria Day. Это необыкновенная красавица. Тоже есть она у меня в саду. Но окраску она свою меняет опять-таки в зависимости от того, где она произрастает. В начале роспуска она имеет такую розовато-желтую окраску. Постепенно цветок у нее раскрывается. И она показывает свою красоту в полной мере. Необыкновенная, очень красочная роза. Единственным недостатком является то, что цветок у нее держится 3-4 дня. Шрабы. Это группа роз, кстати, к которым относятся некоторые виды и английских роз. И хотелось бы сказать о розе Синдерелла. Очень красивая роза. Образует огромное количество бутонов. Соответственно, большое количество цветов кисти. Очень нежная, плотно набитая роза. Большое количество лепестков содержит в одном цветке. Очень достойная и очень приятная розочка. Роза Чиппиндейл. Очень эффектная роза. Тоже есть она у меня в саду. Опять-таки, изменяет свою окраску в зависимости от того, какое количество солнечных лучей она получает. Роза достойная, достаточно красивый образует куст, обильно цветет. Старинные розовые вот эти цветки имеют очень достаточно такой неплохой аромат. Роза красивая, но посажена у меня в саду недавно. Английские розы, все сорта английских роз Дэвида Остина, сорта Гио, могут зимовать в условиях Сибири, но при хороших укрытий и при хорошем уходе. На экране вы видите те сорта роз, которые тоже можно посадить для того, чтобы они росли у вас в вашем саду. Тем, кому видео было полезно, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик. Субтитры сделал DimaTorzok